Если говорить о том, как это все произошло, то да, это был вечер 23 июня. Мы готовили обращение к президенту Республики Татарстан. Мы — это инициативная группа «Город без преград», которая занимается проблемами инвалидности. И текст обращения мы уже составили заранее. И это было обращение о том, что набережные Казани недоступны для всех. То есть набережные Казани недоступны для людей с инвалидностью, недоступны для родителей с детскими колясками, для пожилых людей. Потому что там постоянно, вот что делается, да, там каскад лестницы везде, да, и пандусов нет. И в настоящее время как раз сооружается участок набережной от Кремля до Кировской дамбы, да, то есть от Ленинской дамбы до Кировской. И как раз мы там побывали и увидели, что там, вот там сейчас идет стройка, и что там как раз пандусы отсутствуют. То есть сооружаются лестницы, но пандусов нет, хотя набережная тоже, она такая, многоярусная. Как бы я прошел всю набережную, нигде не было пандусов, то есть везде они отсутствовали. И последняя лестница, которую я фотографировал, это была лестница напротив дворца, дворца земледельцев. И как раз вот эти фотографии мы приложили к обращению президента, который был отправлен на следующий день. И вот последний снимок, который я делал, я хотел его сделать так, чтобы на этом снимке была привязка к местности. То есть была видна лестница и дворец земледельцев на заднем планке. Вот когда я делал этот снимок, я увидел боковым зрением, что остановился автомобиль. И тоже это, кстати, вопрос, да, почему внедорожник, почему автомобиль находится в пешеходной зоне. То есть там гуляют люди, там гуляют дети. И автомобиль, он захлопал дверь, начал отъезжать, и сзади я сфотографировал крупным планом этот внедорожник с номером, с тем, чтобы позже выяснить вообще, почему внедорожник находится в пешеходной зоне, почему автомобиль находится там, где гуляют люди. Вот, видимо, это он увидел, я предполагаю, увидел этот мой снимок, то, что я снимаю, увидел в зеркало заднего вида, выбежал из машины, это был точно Ревизи Ганши, да, позже, позже, собственно, я заглянул в интернет, посмотрел на фотографии, понял, что это он, схватил меня за рубашку, собственно, рванул, рубашка, прозвался треск, рубашка порвалась у уребника. В этот момент подошли какие-то люди, позже выяснилось, что это сотрудники службы безопасности набережной, да, и он им дал приказание представить ситуацию, он сказал, вызывайте полицию, он матерился, ломал деревья, то есть дал указание, собственно, вот этим сотрудникам службы безопасности. По моему заявлению в отношении Ревизи Ганши, но никаких пока признаков движения нет, то есть ко мне никто не обращался и не информировал о том, какие действия предпринимаются, и какое решение было, может быть, принято уже по этому делу. Да, я был приговорен к штрафу 600 рублей за мелкое хулиганство. То есть, собственно, вот факт нецензурной брани, да, судья решила, что он доказан. То есть я понимаю, что Ревизи Ганшин человек неадекватный, он себя не умеет контролировать, и, в общем, я бы ему, может быть, и простил эту порванную рубашку, если бы он извинился и, там, а, в общем, принес свои извинения и объяснил, почему он так сделал, да, то есть, в общем, извинений этих мне было бы достаточно. Но вот то, что он инсценировал моё хулиганство, то есть то, что он фактически представил ситуацию как действия, которых я не совершил, вот это гораздо серьёзнее. Гораздо серьёзнее, чем порванная рубашка. То есть вот поэтому мне кажется, что там были предложения о взаимном отзыве заявлений, вот, но я сообщил сразу, что я заберу заявление только, если последует извинение Ревизи Ганшина, причём лично. Как бы возникает вопрос о татарстанской власти, собственно, администрация президента Татарстана, какое к этому имеет отношение, да, к конфликту между преподавателем КФУ и генеральным директором ПСО Казань. Созванивалась Ревизи Ганшин, перезванивала мне, то есть действительно это была такая работа вот по... в качестве посредника. Как раз она озвучила вот эту идею, там, сказала, что Ревизи Ганшин готов дать команду своим охранникам забрать заявление с их стороны, если я заберу своё. Вот, в ответ как раз я сформулировал Наталье Фишман, что я могу это сделать только если Ревизи Ганшин передо мной извинится. Она спросила, какие извинения вам нужны, достаточно ли звонка телефонного. Я сказал, вполне, я не требую, там, публичных извинений. Она сказала, хорошо, я вам перезвоню. И, видимо, вот, как бы пыталась Ревизи Ганшину, она передала Ревизи Ганшину мои слова, видимо, и надеялась, что всё-таки он попытается извиниться. Человек Наталья Фишман, ну, в каком-то смысле, она выполняла важную роль, да, в качестве посредника, наверное, но, тем не менее, её посредничество было безуспешным, да, и вызывало, повторяю ещё раз, удивление, вот то, что помощник президента занимается таким вопросом.